Вы приезжаете, вы никого не знаете, все люди сами собой заняты, нету тех связей, каких-то обязательств кого-то там посещать, кому-то отвечать. И вы имеете возможность соприкоснуться с этой реальностью. Друзья, всем привет! С вами Айман Яскараева, вы на моем YouTube-канале. И в этом видео я хочу с вами поделиться тремя интересными идеями относительно в чем суперсила Дубая. Первая особенность, друзья, когда вы переезжаете в Эмираты, в чем она помогает вам продвинуться, это когда вы получаете некую изоляцию от шума. Я это назвала изоляцией от шума, но на самом деле это когда в своей стране у вас очень много влияния. Друзья, коллеги, родственники, ваши близкие, которые всегда что-то говорят, советуют. Вы знаете, я бы сказала, это как из той серии, когда рак поднимается, все его спускают не со зла. Они наоборот пытаются вас защитить, многие ваши близкие, и начинают ваши идеи на корню, их как-то вот, вас демотивируя, говорить свою позицию, мнение. А здесь, в Эмиратах, возможность такая вот, которая вам поможет, когда вы изолируетесь от шума. Вы приезжаете, вы никого не знаете, все люди сами собой заняты. У вас появляется некая возможность, я еще вот, кстати, это назвала, обнуление. Когда вы приезжаете, вы полностью обнуляетесь, нету вашего окружения, нету коллег, нету тех связей, каких-то обязательств кого-то там посещать, кому-то отвечать. Вы можете начать с нуля свою жизнь в Эмиратах, при этом, что вы обнуляетесь до степени изоляции от шума, в том числе, потому что даже когда вы выезжаете, даже соседей нету, которые на вас косо смотрят, криво там, во дворе. И это очень хорошо помогает, если это правильно использовать. Вторая суперсила Дубая, да, я так назвала суперсила, но вот реально это сильно вдохновляет, когда окружение амбициозных. Есть такая фраза, она, кстати, мудрая фраза, когда говорят, хочешь узнать, кем ты будешь через 5 лет, посмотри, кто тебя окружает. И если вы реально хотите измениться в будущем, вас не устраивает текущее положение, если вы поменяете, приезжаете в Дубай, и, кстати, вот этот момент, сознательно формируете то окружение, к которому вы хотите быть похожи, которые обладают теми ценностями в жизни, которые достигают цели, которые вы хотите. То есть сознательно окружаете себя амбициозными людьми, цели которых совпадают с вашими целями. И это тоже вторая суперсила, которая именно в Дубае возможна, потому что здесь возможно все. Здесь есть все люди разных областей. Это очень включенные люди, сильные люди, очень зажженные люди. И вы имеете возможность соприкоснуться с этой реальностью, с людьми, которые достигают невероятных результатов за счет того, что вы меняете окружение. Это вторая суперсила, которая помогает вам продвинуться в ваших начинаниях. Третий важный и интересный вопрос, друзья, это выход из зоны комфорта, который позволит вам добиться невозможного. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то трудной, неразрешимой проблемой, вы прокачиваетесь. Кстати, вот этот интересный момент, даже у меня приезжают очень состоятельные, уже состоявшиеся бизнесмены. Они здесь начинают все с нуля. Если вы реально хотите себе испытать, вы можете выйти из зоны комфорта, переехать в новую страну. Это не обязательно Эмираты, но мне нравятся Эмираты, поэтому я свой опыт рассказываю. И это дает вам возможность достигать невероятных результатов, раскрывать в себе новые грани. Это когда вы выходите из зоны комфорта. Здесь нет привычного окружения, здесь каждый день на счету, здесь очень нелегко пробиться. Как бы легко, в зависимости, конечно, как вы смотрите на эту ситуацию, если вы внутри себя что-то представляете, прокачали свои навыки, готовы учиться, трудоголики, то у вас все получится. И в этом есть третья суперсила Дубая, и мне это очень нравится. Я вам рекомендую обязательно, кстати, испытать на себе вот эти вот все три суперсилы. Поделитесь, кстати, своим опытом, как вы считаете ваше мнение относительно этих вопросов. И в целом, вот это то, что я хотела с вами поделиться, мне очень нравится. Надеюсь, вдохновило. Приезжайте в Эмираты и используйте эти три возможности, три суперсилы. Добавил субтитры Дубая Корректор А.Егорова